МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Кошачий алфавит. Хотелось бы обратить ваше внимание на удивительную кошачью особенность. Замечали ли вы, как много времени проводит кошка во сне? Она спит около 16 часов в сутки. Почему наша Мурка спит дольше остальных млекопитающих, неясно. Однако спит, кошка или бодрствует, она непрерывно получает сведения из окружающего мира. Любопытно, что мозг кошки, находясь в глубоком сне, также активен, как в минуты бодрствования. Она постоянно на чеку. Так что не пытайтесь безнаказанно дернуть спящую кошку за хвост. Она проснется мгновенно. Кошки, о которых мы поведем речь сегодня, тоже большие любители царства Морфея. Однако есть у них достоинства, заслуживающие куда более пристального внимания. Но обо всем по порядку. Загадочная кошка из королевства Сиам, но не сиамская. Кто она? Существуют ли кошки более преданные и доверчивые, чем собаки? Проверяем кошачью любовь на деле. Кошечка-кошечка, зачем тебе такие большие уши? Рассказываем все о кошках с ушами-крыльями. История ориентальных кошек самым тесным образом связана с историей кошек сиамских, потому как ориенталы никто иные, как их ближайшие родственники. Когда-то давно появились эти кошки в королевстве Сиам, а по-современному в Таиланде. В древних тайских рукописях были найдены изображения и описания не только кошек с сиамским окрасом, но и их короткошерстных собратьев с иным цветом шубки. Это то же самое, что и сиамы. Они имеют одну генетику, разница только в окрасе. Сиамы – это койнтовый окрас, то есть у них только койнтовый окрашенный маточка и глазки голубые. А у этих полностью окрашенное тело. Долгое время этих чудесных кошек запрещено было вывозить за пределы королевства. Однако в Европу они все-таки попали. В Англии на выставке 1896 года была показана голубая ориентальная кошечка, вывезенная из Бангкока. Тем не менее, сиамы, чей необычный окрас очень уж понравился англичанам, на какое-то время затмили своих родственников-ориенталов. В 20-е годы кошки со сплошным окрасом тела не могли даже принимать участие в выставках. Однако спустя 40 лет к ним внезапно вспыхнул интерес. Заводчики задались целью получить изящную кошку не сиамского окраса. Для этого на начальном этапе разведения сиамы скрещивались с самыми стройными, полностью окрашенными короткошерстными кошками. В Европе разведение этих кошек начало заниматься в 50-х годах. В основу легли сиамские кошки, которые до этого у них очень активно развивались. Заводчики английские и американские стали замечать, приезжая на Восток, очень изящных кошек, напоминающие им сиамскую кошку, но только сплошного окраса с зелеными глазами. И первых кошек уже показывали в 60-х годах. Официальное признание ориентальной кошки получили на заре 70-х годов. Регистрация животных новой породы началась в октябре 1974-го. К моменту признания ориентальной кошки уже существовало более 60 питомников. В Россию первые ориенталы попали в 1987-м. Сегодня на выставках можно увидеть достойных представителей породы. В наши дни ориентальные сиамские кошки входят в одну породную группу, имеют общий стандарт и могут разводиться совместно. Ориентальная кошка – это кошка средней величины, стройная и мускулистая. Тело у неё длинное и гибкое. Шея тоже длинная, стройная. Грудная клетка и плечи не шире бёдер. Живот подтянутый. Конечности длинные и тонкие. Лапы изящные и овальные. Задние ноги слегка длиннее передних. Хвост длинный, тонкий в основании, сужающийся к заострённому кончику. Мордочка острая, кленовидная. Нос длинный и ровный. Продолжает линию лба без излома. Глаза миндалевидные, среднего размера, косо поставлены. Уши подчёркнуто большие, широкие в основании, закруглённые. Продолжают линию головы. Шёрстка у ориентальной кошки должна быть тонкой, блестящей, словно бы атласной. К телу прилегает плотно. Цвет глаз в основном зелёный. Кошки белого цвета могут иметь голубые или разноцветные глаза. Если у кошки косоглазие, это недостаток. Не приветствуется и облегчённый костяк, так называемое рыхлое тело. Поводом для дисквалификации на кошачьих соревнованиях могут быть и любые признаки нездоровья. Слабость задних конечностей, неправильный прикус, истощённость, излишняя миниатюрность и даже не то число пальцев. Окрас у ориенталов может быть любой, при условии, что он сплошной или тэбби, то есть рисунчатый. При сплошном окрасе интенсивность цвета должна быть одинаковой, как по длине каждого волоска, так и в целом от носа до кончика хвоста. Это очень редкий окрас кошки, ориентальный, потому что, как правило, в Европе они разводятся белые с голубыми глазами. Эта кошка приехала из Соединённых Штатов Америки, у них разводят этих кошек зелёными глазами, и они считаются ориентальными. Потом у них невероятно зелёные глазки, хорошие постав ушей, вот большие ушки. Для кошек с окрасом тэбби качество окраса определяющее. Рисунок должен быть виден, когда животное находится в естественной позе. Конечно, есть у почитателей породы свои цветовые предпочтения. Самый популярный окрас – это всё-таки вот чёрный, поскольку это напоминает багиру с зелёными глазами. То есть чёрная кошка с зелёными глазами. И шоколадный – это самый популярный окрас. Вот лиловый окрас – это не самый популярный окрас, но... Это вариация как бы шоколадного окраса, цветённый шоколадный окрас. Всё-таки чёрный – самый популярный. Но на количество баллов влияет всё-таки не цвет, а качество шерсти и равномерность окраса. Давайте посмотрим, как судья оценивает кошку на выставке. Мускулистая. Растянутая. Налова. Хорошие формы. Не знаю, почему в этом классе. Великолепный профиль. Я ничего не могу сказать. Он лучший среди тех, которых я сегодня видел. Номинация «Бис». Я. Си Ай Пи. Номинация «Бис». Спасибо вам большое. Я беру его на «Б» сразу. Не задумываясь. Для каждого владельца пока с кошки или кота на выставке – события волнующие. А уж о том, что это стресс для животного, и говорить не приходится. Однако ориентальные кошки переносят подобные процедуры, в общем-то, спокойно. И даже при большом скоплении народа не паникуют, позволяя любоваться своей грацией и изысканной красотой. Персов часто называют королями кошачьего мира. И если они – короли, то ориенталы – принцы. Стройные, загадочные, нежные. Можно много говорить об их необычной скульптурной красоте, о балетных движениях. Ведь когда эти кошки играют друг с другом, грациозность их тонких лап поражает. С ориенталом можно делать что угодно – тискать и мять. Он будет только довольно урчать и закатывать глаза от удовольствия. Принято считать, что сиамская кошка агрессивна. И раз уж ориенталы и сиамы относятся к одной породной группе, возникает закономерный вопрос – а вдруг ориентал проявит злобность? Так вот, заводчики и владельцы в один голос твердят, что ориенталы – невероятно ласковые и нежные создания. Говоря о характере ориенталов, надо иметь в виду, что любая породистая кошка не агрессивна по определению. Ведь для того, чтобы участвовать в племенном разведении, кошки и коты проходят выставки, на которых дисквалифицируются животные, проявившие малейшую агрессивность. Поэтому все породистые кошки проходят отбор не только по типу и экстерьеру, но и по поведенческим реакциям. Любой судья подтвердит – ни разу в жизни его не цапнул ни один ориентал. Единственное, что может себе позволить эмоциональный и благовоспитанный кот на судействе – громко мяукать. Не более того. Они все тонкие, звонкие, разговорчивые и ласковые. Даже если они имеют очень угрюмый взгляд, допустим, вот такой вот и звонкий голос, она на самом деле очень ласковая и очень такая хорошая. Ориентал – не та кошка, которая будет гулять сама по себе. Животным этой породы насущно необходимо общаться с хозяевами. Особенности характера ориентала заключаются в том, что это очень активные кошки, очень общительные и в то же время они очень ласковые кошки, но не выносят одиночества. И для владельца самый такой момент, может быть, тяжелый – это то, что если человек все время находится на работе, то кошка очень скучает. В таком случае я бы порекомендовала человеку либо двух держать, пару, тогда они ведут себя нормально, они играют между собой, и им не скучно. Ориентальные кошки – самые умные, преданные и привязчивые. Для Орика, так любовно называют породу владельцы, нет большего счастья, чем сидеть на руках хозяина. К примеру, на выставке, находясь в клетке, кошка может вести себя неспокойно, но стоит хозяину взять ее на руки, сразу успокоится, замурлычет. Впрочем, и к чужому, незнакомому человеку ориенталы идут на руки с удовольствием. Они на редкость контактные и доверчивые животные, поэтому подходят не всем, и воспитывать их нужно особым образом. Пригматичные люди с такими кошками, они скорее не уживутся, они не будут понимать друг друга. Это кошки для тоже активных людей или для детей. Они прекрасно ладят с детьми. Скорее они управляют мной в доме, чем я ими. Мы их просто балуем, любим, поэтому они нам садятся на шею. На самом деле делать этого нельзя. С этой породой надо чуть-чуть пожестче, иначе они садятся на шею, и они управляют вами. Однако, если в вашем доме главный все-таки вы, знайте о еще одной особенности породы. Это необычный, не кошачий характер ориенталов. Если заниматься их дрессировкой, можно добиться превосходных результатов. Дрессировке они поддаются. Тут ведь самое главное не пытаться... Кошка, она очень своенравное существо, и никогда как собака не будет себя вести. Здесь самое главное, чтобы кошка тебя очень любила, тебе верила. И тогда, когда вот это происходит, происходит взаимопонимание между хозяином и животным. Эти ласковые кошки обожают общаться, любят говорить сами и слушать людей. Они будут ходить за вами хвостиком, заглядывать вам в глаза, прыгать на колени и мурчать с силой трактора. Если Орик подарит вам свое нежное и преданное сердце, вы пропали. Другие кошки для вас перестанут существовать. Да, да, Артенция хочет кушать. Расскажи, как тебе вкусно. Вот как тебе вкусно, да? Ум, преданность и нежность – неотъемлемые качества ориентала. Они любопытны, везде лазают, все-то им нужно проверить, всюду заглянуть. Однако в незнакомом месте они, скорее всего, будут вести себя скованно. Могут и испугаться. Если вы уезжаете, лучше, чтобы кто-то приходил ухаживать за кошкой к вам в дом. В чужую квартиру ее отвозить не стоит. Для кошки это стресс. Побольше разговаривайте со своим питомцем. Ориенталы это любят. Всегда внимательно слушают хозяина и не прочь поболтать сами. Укладываются на колени и что-то рассказывают негромко мурлычем. Вообще, они большие любители попеть свои кошачьи песни. Особенно коты. Особенно в брачный период. Коты-ориенталы исключительные любовники. Они по-настоящему галантно ухаживают, уговаривают кошечек, поют песни. К тому же они очень заботливые родители, что в природе встречается редко. Вы знаете, у котов у некоторых истерики доходят, как они готовы подкладывать свое пузо котятам, сгребать их и греть, и делать все. Просто няньки. Очень нежные отцы. Очень нежные отцы. А кошки очень заботливые матери. Необычная внешность этих чудесных, по-восточному загадочных кошек, рождает много вопросов. Глядя в зеленые глаза ориентала, несложно представить его возлежащим на подушках в каком-нибудь восточном храме. Возможно, так оно и было. И тайские монахи когда-то бережно заботились об этих чудесных животных. Сегодня все несколько иначе. Вот только факт, что любая кошка требует ухода, остается неизменным. Благо, что ориенталы неприхотливы и обременят вас этим не слишком сильно. Для начала скажем, что их короткая шерсть не требует особых хлопот. Протирайте иногда тряпочкой, смакивайте пыль и все. То есть расчувствовать не надо, ничего не сваливается. Просто мыть тоже особо не надо, разве что если оно в краске уделается. Можете делать своему любимцу массаж хлопчатобумажным полотенцем. Эту процедуру очень любят коты. А вот молодым и беременным животным массаж не рекомендуется. Самки ориенталов обычно кричат громко, резко и часто. Как правило, в помете у них рождается от 4 до 6 котят, о которых они нежно и трогательно заботятся. Котята развиваются быстро. Случается, что уже на третий день жизни детеныши открывают глаза. Они необычно шаловливы и подвижны. Игра очень важный вид деятельности, особенно для котят и более активных, любопытных кошек. Свою энергию они расходуют, ловя мячик, гоняясь за плюшевыми мышками, забавляясь с разноцветными перьями. Лучшие игрушки – те, которые можно бросать, потом догонять, а также подвешенные на небольшой высоте от пола. Подойдет и обычная бумажка на ниточке. Ориенталы сами не свои до игр, так что не пренебрегайте этим. Кроме всего прочего, ориентальные кошки пользуются популярностью у аллергиков. Очень ласковые животные. Они имеют короткую швостку, без подшвостка абсолютно. То есть они мало вызывают аллергии. То есть никакого пуха в квартире не летает, а именно пух вызывает аллергию. Что касается кормления, все как обычно. Ничто не заменит кошке высококачественный сбалансированный корм. Однако вкуснятины из нашего стола они порой тоже полакомятся не прочь. От природы ориентальная кошка обладает отменным здоровьем. Прививки, которые вы делаете ей в котячьем возрасте, только укрепляют его. Правильное питание, любовь, внимание и в вашем распоряжении окажется чудесное, ласковое, преданное создание. Лучший друг. Теперь нам остается только позавидовать и взять к себе в дом такое же маленькое чудо. С давних времен считалось, что собака и кошка непримиримые враги. Конечно, сначала кошка смотрит на незнакомую собаку, как на врага, осторожно отступает назад, а в случае опасности мгновенно взбирается на дерево. Но вообще-то рассказы про вечную вражду кошки и собаки не обоснованы. Например, выросшие вместе животные прекрасно уживаются друг с другом. Просто они говорят на разных языках. Когда встречаются кот и пес, они первым делом обнюхивают друг друга. И все идет как нельзя лучше. Пес виляет хвостом, а кот мурлычет. Тут пес, услышав мурлыканье, начинает думать, что кот на него рычит. Кот, в свою очередь, увидев машущие стороны в сторону хвост, который у кошек считается последним предупреждением перед нападением, воспринимает этот знак тоже неправильно. Вот так из-за досадного непонимания и начинается драка. Но если оба драчуна выросли вместе, то с детства ладят друг с другом. Это была программа Кошачий алфавит. Побольше вам домашних питомцев. Хороших и разных. Кошачий алфавит. Кошачий алфавит. Здравствуйте! Это программа Кошачий алфавит. Хотелось бы обратить ваше внимание на удивительную кошачью особенность. Замечали ли вы, как много времени проводит кошка во сне? Она спит около 16 часов в сутки. Почему наша мурка спит дольше остальных млекопитающих, не ясно. Однако спит кошка или бодрствует, она непрерывно получает сведения из окружающего мира. Любопытно, что мозг кошки, находясь в глубоком сне, также активен, как и в минуты бодрствования. Она постоянно на чеку. Так что не пытайтесь безнаказанно дернуть спящую кошку за хвост. Она проснется мгновенно. Кошки, о которых мы поведем речь сегодня, тоже большие любители царства морфея. Однако есть у них достоинства, заслуживающие куда более пристального внимания. Но обо всем по порядку. Загадочная кошка из королевства Сиам, но не сиамская. Кто она? Существуют ли кошки более преданные и доверчивые, чем собаки? Проверяем кошачью любовь на деле. Кошечка, кошечка, зачем тебе такие большие уши? Рассказываем все о кошках с ушами-крыльями. История ориентальных кошек самым тесным образом связана с историей кошек сиамских, потому как ориенталы никто иные, как их ближайшие родственники. Когда-то давно появились эти кошки в королевстве Сиам, а по-современному в Таиланде. В древних тайских рукописях были найдены изображения и описания не только кошек с сиамским окрасом, но и их короткошерстных собратьев с иным цветом шубки. Это то же самое, что и сиамы. Они имеют одну генетику, разница только в окрасе. Сиамы – это койнтовый окрас, то есть у них только койнтовый окрашенный, масочка и глазки голубые. А у этих полностью окрашенное тело. Долгое время этих чудесных кошек запрещено было вывозить за пределы королевства. Однако в Европу они все-таки попали. В Англии на выставке 1896 года была показана голубая ориентальная кошечка, вывезенная из Бангкока. Тем не менее, сиамы, чей необычный окрас очень уж понравился англичанам, на какое-то время затмили своих родственников-ориенталов. В 20-е годы кошки со сплошным окрасом тела не могли даже принимать участие в выставках. Однако спустя 40 лет к ним внезапно вспыхнул интерес. Заводчики задались целью получить изящную кошку не сиамского окраса. Для этого на начальном этапе разведения сиамы скрещивались с самыми стройными, полностью окрашенными короткошерстными кошками. В Европе разведение этих кошек начало заниматься в 50-х годах. В основу легли сиамские кошки, которые до этого у них очень активно развивались. Заводчики английские и американские стали замечать, приезжая на восток, восток очень изящных кошек, напоминающие им сиамскую кошку, но только сплошного окраса с зелеными глазами. И первых кошек уже показывали в 60-х годах. Официальное признание ориентальной кошки получили на заре 70-х годов. Регистрация животных новой породы началась в октябре 1974-го. К моменту признания ориентальной кошки уже существовало более 60-ти питомников. В Россию первые ориенталы попали в 1987-м. Сегодня на выставках можно увидеть достойных представителей породы. Замечательная голова, сочетание головы, туловище, шеи, соотношение ушей, прекрасно поставлены уши, прекрасные крови, хорошо поставлены голубензан, замечательная краса, достойная кошка. В наши дни ориентальные и сиамские кошки входят в одну породную группу, имеют общий стандарт и могут разводиться совместно. Ориентальная кошка это кошка средней величины, встроенная и мускулистая. Тело у нее длинное и гибкое. Шея тоже длинная стройная. Грудная клетка и плечи не шире бедер. Живот подтянутый. Конечности длинные и тонкие, лапы изящные и овальные. Задние ноги слегка длиннее передних. Хвост длинный, тонкий в основании, сужающийся к заостренному кончику. Мордочка острая, кленовидная, нос длинный и ровный, продолжает линию лба без излома. Глаза миндалевидные, среднего размера, косо поставлены. Уши подчеркнуто большие, широкие в основании закругленные, продолжают линию головы. Шерстка у ориентальной кошки должна быть тонкой, блестящей и равномерности окраса. Давайте посмотрим, как судья оценивает кошку на выставке. Мускулистая, растянутая, голова. Хорошие формы. Не знаю, почему в этом классе. Великолепный профиль. Я ничего не могу сказать. Он лучший среди тех, которых я сегодня видел. Номинация без. Я Си Ай Пи номинация без. Спасибо вам большое. Я беру его на без сразу, не задумываясь. Для каждого владельца показ кошки или кота на выставке события волнующие. А уж о том, что это стресс для животного и говорить не приходится. Однако ориентальные кошки переносят подобные процедуры в общем-то спокойно. И даже при большом скоплении народа не паникуют, позволяя любоваться своей грацией и изысканной красотой. Персов часто называют королями кошачьего мира. И если они короли, то ориенталы принцы. Стройные, загадочные, нежные. Можно много говорить об их необычной скульптурной красоте, о балетных движениях. Ведь когда эти кошки играют друг с другом, грациозность их тонких лап поражает. С ориенталом можно делать что угодно, тискать и мять. Он будет только довольно урщать и закатывать глаза от удовольствия. Словно бы атласный, к телу прилегает плотно. Цвет глаз в основном зеленый, кошки белого цвета могут иметь голубые или разноцветные глаза. Если у кошки косоглазие, это недостаток. Не приветствуется и облегченный костяк, так называемое рыхлое тело. Поводом для дисквалификации на кошачьих соревнованиях могут быть и любые признаки нездоровья. Слабость задних конечностей, неправильный прикус, истощенность, излишняя миниатюрность и даже не то число пальцев. А крас у ориенталов может быть любой, при условии, что он сплошной или тэбби, то есть при сплошном окрасе интенсивность цвета должна быть одинаковой, как по длине каждого волоска, так и в целом от носа до кончика хвоста. Это очень редкий окрас кошки, ориентальный, потому что, как правило, в Европе они разводятся белые с голубыми глазами. Эта кошка приехала из Соединенных Штатов Америки, у них разводят этих кошек зелеными глазами и они считаются ориентальными. Потом у нее невероятно зеленые глазки, хорошие постав ушей, вот большие ушки. Для кошек с окрасом тэбби качество окраса определяющее. Рисунок должен быть виден, когда животное находится в естественной позе. Конечно, есть у почитателей породы свои цветовые предпочтения. Самая популярная окраса это все-таки черная, поскольку это напоминает багиру с зелеными глазами, то есть черная кошка с зелеными глазами, и шоколадная. Это самая популярная окраса. Вот лиловый окрас, но это не самый популярный окрас, но это вариация шоколадного окраса, цветовый шоколадный окрас. Все-таки черная самая популярная. Но на количество баллов влияет все-таки не цвет, а качество шерсти. когда трендах, на ам,